Долгожданное весеннее возвращение нас с Алексеем к вам. Сегодняшняя тема сразу создает массу вопросов. Почему, зачем, к чему эта провокация. Но на самом деле, давайте не будем рассматривать это как провокацию. Давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Представим, что сейчас эту передачу смотрят как владельцы Мосбергов, так и владельцы Ремингтонов. Скажу, что однозначно, я больше чем уверен, что значительная часть, как тех, так и других, несмотря на то, что это два ружья конкурентов, тем не менее, все равно никогда не заглядывали в начинку того ружья, которого у них нет. И любые мысли по поводу того, какое оно, являются скорее чем-то на уровне измышлений, размышлений, прочитанной информации, чьих-то отзывов. Давайте поступим как взрослые парни. Не будем говорить, что плохо, не будем говорить, что хорошо. Именно поэтому мы сегодня не будем ни стрелять, ни стараться позиционировать какое-либо из этих ружей, ну, скажем так, как имеющее явное превосходство в стрельбе перед другим. Давайте подойдем к этому трезво и поговорим просто о фактах. Итак, факты о Мосберге и факты о Рене-Тоде. Начинаем. Итак, какими же фактами мы располагаем? На самом деле, не будем сначала брать железо в руки. Но можем его взять для того, чтобы вам было не скучно. И поговорим о том, что у каждого из этих ружей в Украине есть официальный представитель. У официальных представителей как Ремингтона, так и Мосберга есть свой сайт. Открыв сайт украинского представителя компании Ремингтон, мы увидим, что в наличии всего есть 14 моделей, но из них сейчас доступно в продаже 6 на текущий момент. Запоминаем цифру 14 как максимум линейки от Ремингтона. Это достаточно большая линейка, глядя правде в глаза, для гладкоствольного оружия. Если же мы возьмем и заглянем на сайт украинского представителя Мосберга, мы узнаем, что всего в наличии бывают 35 моделей, из них сейчас в наличии на момент съемок 20. Факт в том, что линейка Мосбергов шире и, соответственно, Мосберг дает больше возможностей при выборе тех или иных опций, доступных на ружье. Почему я начал с сравнения виртуальных фактов, хотя обещал вам факты реальные? На самом деле, само по себе это легкая провокация. Я всего лишь хотел вам показать, как ловко маркетологи пытаются манипулировать мнением. Ведь если мы рассмотрим сказанные слова ранее, у Мосберга больше моделей, он дает больше опций, значит Мосберг круче. На самом деле, наш разговор совсем не об этом. Именно так обычно рекламщики и пиарщики и маркетологи манипулируют аудиторией. Они уводят вас от каких-то реальных фактов, связанных с железом, с ТТХ и пытаются создать у вас какую-то, скажем так, приятно выглядящую картину. Так вот, наша передача сегодня не об этом. Наша передача снята для того, чтобы мы заглянули внутрь каждого ружья, сравнили каждый узел. И каждый владелец Мосберга посмотрел на конструкцию Ремингтона. Каждый владелец Ремингтона, смотрящий эту передачу, посмотрел на конструкцию Мосберга. И раз и навсегда мы попробовали ответить на эти вопросы. Почему это? Почему то? Почему так? Или почему иначе? Для этого нам придется вплотную заняться ТТХ этих ружей и разобрать их. Ну что ж, на самом деле, прежде чем мы начнем разбирать ружья, я сразу скажу. Здесь присутствуют еще два Мосберга. Не с рекламной точки зрения, мы сейчас их уберем. Но участвовать в тесте у нас будут вот эти два ружья. Сразу скажу, что нас не интересует, например, длина ствола или емкость магазина, или форма цевья. Мы не будем уподобляться рекламщикам и маркетологам и пытаться манипулировать фактами, выдавая желаемое за действительное. На самом деле на каждое из этих ружей существует огромное количество тюнинга. Поэтому поменять, поставить удлинитель магазина сюда, либо сюда, поменять цевьё, поменять приклад, различные планки, различные мушки, различные целики. Это все доступно. Единственное, о чем я бы хотел сказать владельцам ремингтонов, которые, может быть, не сталкивались с Мосбергом, что у ремов линейка достаточно линейная. То есть все построено на базе 870 рема. Заслуженный ветеран, вы его прекрасно знаете, вам-то я про него точно не буду рассказывать. Но, возможно, вы не знаете, что линейка Мосбергов сложнее и, на первый взгляд, немного насыщеннее и запутаннее, чем у ремов. Почему? Существуют Мосберги 500-ые. Отличить их просто. У них предохранитель так же, как и у 590-го. Если предохранитель у нас здесь, это маверик. Линейку мавериков мы сегодня не обсуждаем. Главным отличием 500-го от 590-го является принципиальным. Крепление ствола к магазину. У 500-го магазин заглушен и, соответственно, гайка закручивается в торец. Нарастить магазин невозможно. Они идут максимально легкими. Бывают, опять же, разной длины. Поэтому мы не будем говорить сейчас про длинный магазин, а про длины стволов. Убираем его в сторону. Также здесь у нас присутствует, вуаля, нестандартно. Это модель для левши на базе 590-А1. Видите, у 590-го, опять же, это следующий вариант. Предыдущий был 500-й. У 590-го магазин крепится так, что можно использовать удлинитель, если магазин, например, не посредствовала, а короче. Это главное принципиальное отличие 590-го от 500-го. Также 590-й бывают серии А1. Вот здесь у нас пишется, А1 это армейская модификация. Отличается стволом усиленного контура. Если заглянуть, то можно увидеть, что ствол у него будет тяжелее, чем у других. И металлической, самой колодкой УСМ, она сделана металлической, из алюминия на самом деле. Обычный алюминий, не сталь, конечно. Это сделано тоже согласно требований армейцев. Ну и эта модель у нас для левшей. У ремов мне модели не попадались. Не могу сказать на 100%, что рем никогда не делал модели, но в Украине я не видел. Поэтому этот вопрос можно оставить открытым, если он вас будет интересовать. Ну, уже ищите на него ответы сами. А мы возвращаемся к двум ружьям. Я специально взял их разного цвета, чтобы не было путаницы, когда мы будем смотреть какие-то детали. Итак, вы готовы? Сейчас начнется самое интересное. Приступаем. Мы уже приблизились к тому, чтобы начать разбирать ружья. Осталось лишь проговорить буквально несколько слов о функционале этих ружей. Потому что, опять же, как я говорил, владельцы мостов зачастую не держали рем в руках. Владельцы ремов, опять же, зачастую не держали в руках мост. Давайте немножечко разберемся. Классические органы управления. Предохранитель у нас находится здесь. Снимается он абсолютно легко. Средней фалангой пальцев. Нажал, выстрелил. Разблокировка цевья. Цевье у нас вот сейчас взведено. Для того, чтобы сделать разблокировку без выстрела, вытащить патрон, мне нужно ослабить хват, нажать на запчитель, открыть и выбросить. Пальцем можно дотягиваться, но у нас здесь, в общем-то, владельцам ремов рассказывать не надо. Масберговоды посмотрели и вспомнили, как у вас. А у вас вот так. Предохранитель у нас с вами вот здесь, перед глазами. Здесь, опять же, все зависит от вкуса, поэтому нет смысла манипулировать тем, что предохранитель здесь лучше или здесь лучше. Абсолютно дело вкуса. Кнопка разобчителя. У нас сейчас вот цевье не открывается. Эти парни, товарищи ремингтоноводы. Я не ослабляю хват, у меня все время рука контролирует оружие. Я могу сделать выброс патрона нестрелянного, например. Почему? Потому что сам разобщитель у меня находится вот здесь. Вот он. Мне не нужно тянуться сюда. Я делаю это проще. Опять же, решайте сами. А теперь мы заглянем внутрь и посмотрим, как же они разбираются. Разбираются они, и мы будем делать пошагово каждое движение. Итак, для начала снимем ствол. Начнем с рема. Гайка. Откручивается у нас легко. Все хорошо. И легким движением руки ствол у нас снимается. Демонтировали. Все в порядке. Теперь смотрим, как это происходит у Мосберга. На самом деле ничего экстраординарного. Точно так же берем, точно так же откручиваем гайку. У нас здесь встроена антабка. Сюда, я так понимаю, антабка. Ну, скажу честно, я не ремингтоновод матерый, но резьбы я не вижу. Я так думаю, что это отверстие для вентиляции в крышке рема. Антабка вставляется явно не сюда. Здесь у нас в Мосе есть антабка. Соответственно, можно, ну вернее, кольцо под антабку, можно зацепить ремень сюда. После этого, таким же движением руки, мы снимаем ствол. И теперь давайте поговорим о стволах. Это достаточно важно. Несмотря на то, что система демонтажа ствола с ружья у рема и у моса одинаковы, в стволах отличия есть. Крепления мушек у нас принципиально отличаются. Рем использует несъемную мушку, мос использует съемную мушку. Ее можно выкрутить, вкрутить другую. Ну, например, у меня стояло на предыдущем мосе, мушка выпала с третьем, которая позволяет видеть в темноте. Но на рем также, насколько я знаю, продаются отдельно. Здесь просто путем нарезания резьбы будет установлена такая мушка. То есть чуть больше хлопот. Еще одним небольшим, но иногда приятным отличием является то, что если у Ремингтона у нас выгравирован серийный номер на стволе, то традиция производства Мосберг такова. Номеров на стволах нет. Понимайте это как хотите. Номер только на ствольной коробке. По кольцам здесь все понятно. Оба кольца припаяны по одинаковой технологии. Ну, по крайней мере, так можно судить, видя со стороны. В обоих кольцах есть... Ну, вот в кольце Рема у нас закручивается крышка, просто прижимаясь к ровному кольцу металла в мосе, чтобы не откручивалась крышка. Время у нас крышка ровная, а в мосе у нас крышка, ну, так называемая, зубастая. Вот здесь у нас есть колечко, и когда мы закручиваем крышку, это колечко прощелкивается в 590-м, и, соответственно, жестче фиксирует крышку, защищая ее от раскручивания. А мы подбираемся к хвостовикам. К способу запирания, который у этих ружей в чем-то схож, мы придем чуть позже. А пока я бы хотел сказать, что недаром у нас лежит на столе штангенциркуль. Я сейчас не буду, я покажу, как мы производили замеры, но, скажу честно, я не эксперт в использовании штангенциркуля. Это подарок нашего кватермейстера клубного, кстати. Спасибо за него. Но я обратился к опытному токарь, дал ему два ствола и попросил ответить на вопрос. Одинаковый ли диаметр на входе патронника? Потому что этот вопрос меня беспокоил. Я расскажу потом, почему такой вопрос вообще возник. Взяв штанген, мы произведем замеры. Я просто покажу, что нам нужно его поместить сюда, открыть и вот так вот. И таким образом мы можем узнать, хотите перепроверять, что диаметр входной в патронник у Рема имеет размер 20,4, а диаметр входной точно так же замеренный Мосберга имеет размер больше 20,6. Почему это важно и почему мы на этом остановились, я скажу чуть позже. Пока просто запомните, что у Рема входной диаметр в патронник меньше, чем у Мосберга, а мы переходим к дальнейшему и будем демонтировать пины. Коллеги, берем Рем, ну мы традиционно сегодня начинаем с него, у меня есть два мультитула, оба, кстати, подписаны Тимом Лезерманом, что особенно приятно. Я скажу, добавляется удовольствие от использования. Сразу чувствую, что с этой стороны не выдавливается. У Рема, кстати, интересно, я вот в одну сторону давлю, пин не выщелкивается, в другую сторону, то есть, видимо, они направлены по извлечению в одну сторону. Вот второй мультитул, он не нужен, здесь можно достать пальцами, но это приятно. У Рема, ну, внимание, у владельцев Мосбергов, скажу, у Рема два пина на самом деле. Так, второй пин выдавливается отсюда же, ну, видимо, придется подстучать. Они у нас новенькие, вот, поэтому вполне логично, что что-то может сопротивляться. Но, тем не менее, проблем, когда у тебя есть Лезерман, никаких. Пока на этом остановимся. У 590-го все просто. Можно выдавливать пин с любой стороны. Вот так вот. Теперь черед извлечения УСМ-ов. УСМ в Реме идет одним блоком. Выглядит он вот так. У нас есть лоток, вы знаете одно из ключевых отличий между Ремингтоном 870-м и Мосбергами серии 500-590. Но, может быть, не все сталкивались, особенно Ремингтон и Воды. Если посмотреть на Мосберг отсюда, то кажется, что лотка у него нет. На самом деле, лоток, конечно, есть, но он не совсем часть УСМа, и вы сейчас это увидите. Ну, собственно говоря, раз мы уже его взяли, давайте его и извлекать. Колодка здесь у нас алюминиевая. Идет жестковато, выходит. Вот два УСМа. Как мы видим, принцип УСМа в случае Ремингтона и в случае Мосберга у нас отличается. У Моса у нас визуально сам ударник выполнен массивный. Ну, вот так мы его поставим, чтобы он не падал. Вот. Принципиально разное использование пружин. Угу. Ну, вот опять же, это все видно достаточно наглядно. А теперь нам нужно заглянуть дальше в ствольные коробки. У СМа пока отложено. Рем. Рем не позволяет ничего в этом положении больше извлечь. Поэтому продолжаем разборку Мосберга. У нас уже выпала одна деталь и вторая. То, что у Ремингтона впрессовано в стенки ствольной коробки, у Моса снимается так. и, соответственно, собственно говоря, добавляет хлопот при первом знакомстве. Это я знаю из личного опыта. И также я знаю, что мое общение, как я говорил, с коллегами-оружейниками по всей Украине достаточно велико. И я знаю, что, например, представители Ремингтона использовали такой, скажем так, такой элемент давления на выбирающего человека, что вот, посмотрите, у Ремингтона все просто, достал, все изящно. Ах, у Мосберга легко запутаться. Здесь какие-то сложные тяги странные. В общем, куча сложных запчастей. Это ерунда. Настолько ли это ерунда? Давайте разбираться. Цевье у нас снимается легко. В случае Рема нам придется чуть-чуть поиграться. Пока, наверное, не буду я доставать затвор. Достанем лоток подавателя чуть позже. Возвращаемся к Рему. Для того, чтобы извлечь затвор, нам нужно сдвинуть вперед слайдер цевья. Для того, чтобы сдвинуть вперед слайдер цевья, нам нужно отжать имеющиеся упоры. Скажу честно, что с первого раза с непривычки. Ну, тут нужен просто опыт. И я верю, что, наверное, опытные Ремоводы делают это легко. Наверное, прожимают пальцами. Ну, здесь все достаточно упругое. Я отжал. На самом деле, все несложно. У нас затвор Рема представляет из себя двойную конструкцию, которая устанавливается на тяге цевья. Ну, и, соответственно, в движении работает вот так. пока я сниму затвор и переключимся на мост. Здесь затвор у нас также состоит из двух частей. Нижняя извлекается пальцем, массивная. вот, можем... Ну, затворы мы сейчас будем сравнивать, в принципе. Сам затвор выщелкивается вперед. И вот теперь финальным движением мы переключаем предохранитель в положение к себе и извлекаем лоток подавателя. Вот, так вот выглядят лотки. Лоток Мосберга и лоток Рема. Ну, а у нас пришло время сравнить ствольные коробки изнутри и затворы. Давайте, наверное, начнем с затворов. Обещанные затворы состоят у обоих ружей из двух частей. нижние части мы можем показать отдельно. Вот они. В общем-то выглядят вот так. Рем Мос. Ну, в данной ситуации я озвучиваю, потому что рем у нас черный, Мос белый, но в самом реме нижняя платформа тоже беленькая. Поэтому, чтобы не было путаниц, проговариваем. Давайте посмотрим на основы затворов. Углы, где есть заусенцы, где нет заусенцев. Ну, это все, в общем-то, я не комментировать бессмысленно. У нас камера, я думаю, должна неплохо снимать. Но, на самом деле, это не принципиально. Это не те части, которые видит клиент, поэтому стоит ли о них заботиться. Теперь смотрим на сами затворы. Здесь у нас первое, что кидается в глаза, на самом деле, кто-то крикнет зубы экстрактора, зубы экстрактора. Сейчас мы придем к зубам экстрактора, не надо переживать. На самом деле, я бы хотел первым делом сакцентировать внимание на вот этих вот двух пружинах. Пружина байка. Совершенно штатная деталь. Смотрите, пружина байка на ремингтоне. Ну, она такая, скажем так, я бы назвал ее изящной. пружина на мосберге, скажу честно, не очень хорошо продавливается пальцем. В диаметре она во много раз крупнее, чем пружина ремингтона. Я думаю, что видно это, опять же, невооруженным глазом. Большинство гладкоствольных ружей используют систему запирания на стволе. Ну, по крайней мере, такие авторитетные производители, как... Да, собственно говоря, вы сами все знаете. Для этого нам нужен ствол и боевой упор. Он у нас в случае рема и в случае моса один. В случае рема он у нас цепляется вот сюда. Зуб экстрактора у нас помещается вот в эту выточку. Прилегание у нас выглядит вот так. Соответственно, пока спуск не произведен, у нас сам упор находится вот в этой вот нише и удерживает затвор. Теперь мы берем ствол мосберга. Берем затвор мосберга и видим, что здесь у нас сами формы у них отличаются. У рема она скошена вперед. Это решение инженеров Ремингтона и я скажу, что они точно разбираются в матчасти лучше меня. Наверное, они знали, почему они для Ремингтона сделали такое решение. У мосберга видимо решение отличается немного, потому что сам упор у него квадратной формы без скосов. А сама выточка в стволе, в которую запирается этот упор, она у нас сейчас мы победить, теперь надо его ввести сюда. Вот, щелчок раздался. Вот, что я хотел показать. Ну, в общем, вы поняли, что за счет полноценного пропила в стальном хвостовике ствола фиксация мосберга теперь его еще сейчас мы с Алексеем будем доставать. На самом деле надо просто нажать на него. Рем, к сожалению, я так зафиксировать не смогу. Ну, он просто выпадет здесь, не за что ему цепляться. Вот, полноценного сравнения не получится. И теперь, наконец, я скажу о том, о чем и так во всех баталиях всегда говорят, ну, в этот раз сторонники мосберга всегда говорят. Действительно, у рема техническое решение использовать один зуб экстрактора. Причем, насколько я знаю, на более бюджетных ремингтонах 870 зуб экстрактора не фрезерованный, на более дорогих он фрезерованный. И, соответственно, тут вопрос, если нужна, ну, скажем так, если есть вопросы по экстракции или есть желание приготовиться к некачественной экстракции, то либо брать более дорогой рем, либо ставить тюнингованный зуб. Ну, я думаю, что он на самом деле стоит копейки. Другое дело, что, ну, может, не всегда его легко найти, но, в принципе, тюнинг это дело такое. Как я уже говорил, и на ремы, и на мосы тюнинга достаточно много. В случае Мосберга завод пошел по-другому и они использовали два зуба экстрактора. Выглядит это вот так. Теперь ненадолго вернемся в воспоминаниях к озвученным размерам входа в патронник. 2,4 2,6 2 зуба экстрактора 1 зуб экстрактора. С моей точки зрения здесь мы я прошу вас позволить мне рассуждать с моей точки зрения сейчас я скажу сугубо свои наблюдения. Я не знаю владельцев Мосбергов, которые обращались к услугам мастерской по решению вопросов экстракции полировки патронника, изменению формы патронника. Но давайте смотреть правде в глаза, потому что мы сейчас с вами собрались говорить о фактах. Факты таковы. В два раза меньше зубов экстракторов уже вход в патронник. Краеугольный камень для понимания причин, почему ряд владельцев ремов обращается в сервис для того, чтобы изменить форму патронника и подполировать его. Я думаю, что те, кто сейчас смотрит и те, кто сталкивались с этой проблемой, смогут как минимум подтвердить этот факт. Именно это с моей точки зрения приводит к скажем так моим выводам, которые я озвучу в финале нашего выпуска. А пока смотрим дальше. к особенностям экстракции мы еще вернемся. Пока я бы хотел взять оба ружья и поговорить о чем. На самом деле нам нужно еще заглянуть в ствольную коробку. Во-первых, поговорить о самих ствольных коробках. Рем позиционирует свое ружье как максимально надежное следствие использования стальной ствольной коробки. Скажу честно, доводов за и против про и контра достаточно много. Кто-то в интернете справедливо пишет, что ствольная стальная коробка ржавеет изнутри и ей нужен намного больший уход, чем алюминиевой коробке Мосберга, которой уход вообще не нужен. Алюминий просто банально не ржавеет. Кто-то пишет, зачем нужна стальная ствольная коробка, если нагрузок никаких на нее не подается, кроме теоретически ударных, но мало кто видел сломанные легкосплавные коробки Бенели или Береты, к примеру. Я вот за всю свою жизнь пока не видел за 10 лет оружейного профессионального опыта. Также время от времени звучит аргумент про то, что стальная ствольная коробка уже, чем алюминиевая. К примеру, потому что все равно сравниваю так или иначе две эти модели. Скажу честно, даже штанген не вижу смысла брать. Можно на самом деле, но это правда неужели влияет на качество использования оружия. Если мы посмотрим, то увидим, что ствольная коробка рема действительно уже. Поэтому те, кто серьез хотят иметь узкую ствольную коробку, я думаю, должны быть довольны. Ну, а мы переходим дальше. На самом деле, с моей точки зрения, есть гораздо более весомые аргументы, которые нам стоит еще рассмотреть с технической точки зрения. Давайте посмотрим. Ствольная коробка на рем на конкретно этом рем у нас не засверлено, но опять же, можно отдать в мастерскую и наверняка там просверлят отверстие, тем более она же стальная. Поэтому это не составит никаких сложностей. У Мосберга все проще, у него уже засверленная ствольная коробка, поэтому по большому счету никаких сложностей с установкой планки Пикатинни, либо планки Ивера, вы знаете, они немного отличаются, но на самом деле мы чаще пользуем конечно же Пикатинни. Хлопот никаких не будет с установкой. Но и это на самом деле ерунда и неважно с моей точки зрения. Хотя коллиматоры все больше набирают обороты. Я бы хотел поговорить о такой вещи, как отражатель стреляной гильзы. И вот здесь все достаточно принципиально с моей точки зрения. Заглянув внутрь ремингтона мы увидим пластинка. Пластинка у нас впрессована, вот я так понимаю, вот это вот отверстие. место впрессовки впрессована, она мягенькая, легко продавливается пальцем, мы понимаем логику действий. То есть у нас патрон, гильза стреляная тянется одним зубом экстрактора, время доходит вот сюда и вот эта пружинка позволяет ей отщелкнуться гильзы и отлететь в открытое окно экстракции гильзы. В случае МОСа сам эжектор у нас сидит на винте, поэтому в случае его поломки при интенсивных настрелах они подсаживаются что в РЕМе, что в МОСе. РЕМ мы отдадим в мастерскую, в сервис и там нам ну видимо в сертифицированной мастерской произведут замену и поставят новый отражатель. Конечно же далеко не все на самом деле владельцы настолько интенсивно стреляют, поэтому здесь вопрос позиционирования. То есть кто что хочет получить от своего ружья. В случае Ремингтона минус в том, что мы отдаем его в мастерскую для того, чтобы произвести замену самостоятельно. Ну, если вы не обладаете навыками сотрудника сервиса оружейного, я думаю, не у каждого получится. Здесь все проще. Берем обычную шлицевую отвертку, откручиваем. Запчасть копеечная в случае обоих ружей на самом деле запчасть копеечная. сложности в установке. В случае МОСа мы берем шлицевую отвертку, выкручиваем, ставим новую деталь. Причем вот у меня, например, такая деталька запасная. Я когда-то купил еще лет 5-6 назад. Просто из любви к искусству хотелось, чтобы у меня для МОСберга было все. Скажу честно, она до сих пор так и лежит запакованная в пакетике от Брауна. Пока еще ни один МОСберг не пришел к тому, чтобы пришлось менять этот отражатель. Поэтому, может быть, сама проблема и достаточно надумана. Может быть, он прослужит дольше, чем вы планируете. Но в чем же минус этой, казалось бы, удачной конструкции? Как я уже говорил, достаточно взять ружье в руки, попробовать прожать его пальцем. В случае рема здесь все очень легенько. То есть она простенькая и это просто пластиночка. здесь у нас действительно жесткое продавливание требуется, чтобы прижать отражатель к ствольной коробке. И именно эта жесткость влияет на разницу в ходе цевья. Соответственно, теперь я говорю тем, кто еще не определился. Если вам дают в руки Ремингтон и МОСберг и говорят посмотрите, как в Ремингтоне мягко ходит цевье и посмотрите МОСберг, как у него жестко ходит цевье. Я вам могу авторитетно сказать, опять же, не давайте никому себя обманывать. Старайтесь вникнуть в суть вещей. Особенность МОСберга это надежная экстракция. Надежная экстракция приводит к тому, что цевье, когда мы двигаем затвор, нужно продавить жесткий отражатель стреляной гильзы. И соответственно, чуть больше усилия нам требуется для продавливания. Проверить это несложно. Со временем он становится чуть мягче и соответственно цевье начинает ходить чуть мягче. Поэтому я бы рекомендовал вникать в суть вещей и вот здесь мы напрямую подходим к комплексу. Я говорил, что очень важно обратить внимание на диаметр патронника, говорил, что очень важно обратить внимание на количество зубов экстрактора и также речь идет про отражатель. Совокупность этих трех факторов позволяет развести эти оба ружья на две ниши и я думаю, что может быть это поможет при выборе. В данной ситуации я уже буду выступать как человек, который поменял не один Мосберг, ну поменял, потому что мне нравится переходить от модели к модели, я действительно фанат этой модели, но я постараюсь быть максимально объективным. Коллеги, а теперь мы пришли к очень тонкому и важному моменту. Давайте попробуем здраво подвести выводы от увиденного, не опираясь на какие-то фантастические истории, рассказы, что а я у меня знакомый, у всех есть знакомые, но давайте говорить о фактах. Факты таковы, с моей точки зрения, они представлены достаточно объективно. Единственное принципиальное отличие двух этих помповых дробовиков, одинаково интересных и имеющих свои изюминки, здесь уже зависит от тонкости восприятия каждого индивидуально. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Так вот, единственное принципиальное отличие двух этих помп, это отношение к некачественному боеприпасу. Конструкция Мосберга заточена на то, чтобы сделать его банальной, надежной, всеядной, рабочей лошади. Именно поэтому это ружье стало унитарным помповым дробовиком для армии США. Хотите перепроверить, перепроверьте и прочитайте, какой из ружей на сегодняшний день помповых стоит на вооружении. Из полуавтоматов, конечно же, есть еще М1014, она же Бенелия М4 Супер-90, стоящая на вооружении корпуса морской пехоты, но о ней мы поговорим как-нибудь в другой раз. А пока мы говорим о помпах. И говоря о помпах, на первом месте у нас вопрос всеядности. Если он важен для вас, смотрите в сторону Мосберга. Его конструкция предусматривает работу с максимально некачественными боеприпасами. Если же качество боеприпаса для вас не принципиально, вы согласны использовать хорошие, проверенные, зачастую может быть не очень бюджетные патроны, но опять же, если речь идет о самообороне, не вижу никаких проблем купить пару пачек дорогих патронов, то тогда вполне можно смотреть на Ремингтон. С моей точки зрения принципиальное отличие, я уже сказал и повторю, это восприятие качества боеприпасов. Все остальное это попытки маркетологов с той и другой стороны ввести человека, выбирающего в заблуждение, запутать его, показать ему иную реальность, рассказывать легенды брендов. На самом деле все очень просто. По крайней мере, это просто для меня. Я это вижу со своей точки зрения, с точки зрения своего опыта. Качество боеприпасов это разделительная линия, которая делит две эти помпы. Мосберг всеядный, Рем любит качественный боеприпас. Других принципиальных отличий в них для себя я не вижу. Если вы видите, мы будем снимать дальше и можем устроить более интересные тесты. Ничего не заканчивается. Спасибо, что остаетесь с нами. Всем пока. С вами был отдел проствол.